У них в саду он нас троих сфотографировал. Эта фотография у меня есть и сегодня думаю взять не взять вот это вот первое вот тогда вот как бы вспыхнул огонек вот через забор иногда подглядывал что-то мой жена делает вот такое вот было рядышком это совсем пошел меня провожать и он мне сделает предложение выйти за него замуж это был октябрь месяц семь седьмого года семь седьмом году уже мне исполнилось 24 года все эти мелкие интрижки остались это в прошлом мы решили с Гульнорой пожениться мы поженились и жили с ним хорошо ну в те годы как не было там что в ресторанах в кафе свадьбы первый день у невесты собрались все родные знакомые где-то человек сто наверное первый день у невесты второй день жениха началась семейная жизнь я работала она работала пока еще детей не было все нам хватало в те годы как бы часто вечеринки были друзья собирались знакомые кажется вот вас все невесело жили ни о чем не думали как бы детей еще не было хорошие были годы 70-е ну это как бы брежневские времена как-то люди ни о чем не думали жили от зарплаты до зарплаты не копили ни на машины ни на как бы сказать ну только хватало зарплаты до зарплаты а потом уже когда 80-е потом горбачевские времена там перестройка уже люди начали задумываться государства ничего не ждали надо было уже самим что-то там кто-то бизнес ушел кто-то уже стало как-то сложнее уже как бы наступил капитализм мы приехали сюда в мае 86 года вообще с моим у нас связывает вот все абсолютно рашид родился 3 мая у меня день рождения 28 мая вот первым он приехал восемь шестом году 3 мая и свой день рождения он справлял один без нас мы приехали сюда 9 мая вот 28 мая у меня день рождения и когда приехали был вот такой период мы как раз купили дом дом купили все деньги отдали ну не дом пол дом все деньги отдали туда пришли в столовую а у нас денег нету даже себе взять поесть поесть дочери взяли в общем у нас должна автобус не было нет 25 копеек было помню мы 10 копеек оставили на автобус а за 15 копеек накормили старшую дочку она учился на первый класс из пошла в школу мы купили ней пол порции борща и стакан компота а сами ничего не ели вот такой период потом но ничего пришлось идти но я еще не мог устроиться на работу первое время и у меня в норочка собрала все свои эти колечки цепочки пошла в ломбард сдали в ломбард это все что там до этого накоплено с этих денег потихоньку потихоньку но самое главное уже была крыша на потом я устроился на работу потом ты устроилась мы выстояли вот это и потом не остановились даже если какая-то трудность препятствия какое-то было мы не остановились мы дальше пошли можем не можем будем работать потому что надо вот надо встать на анаген надо детей кормить там уже тем более вторая дочерь делась а с моими дочками с нашими тоже мы очень даже если вот очень радостное событие это вот раз первое важное очень даже рождение ватана первого внука ну а когда вот свадьбы дочерям проводили тоже это очень даже такой приятный момент жизни когда уже вот в течение вот этого процесса подготовки свадьб всего ты переживаешь весь свой вот просматриваешь весь свой пройденный этап жизни и радуешься тому что как бы говоря аллахашкор дожили до этих дней выдали дочек замуж хорошо достойно красиво вот это же у любого отца матери это очень как бы долг чтобы достойно вот эти те у нас нет сыновей но у меня появилось два зятя два зятя те же сыновья и никакого развития нет так что зря говорят что дочери родились сына надо ну если дочери родились сыновья тоже со временем приходят приходят так что у меня вот два зятя и они одинаковые для меня те же сыновья и еще даже может как-то ближе они как-то заботятся о твоих дочерях и уважаешь за это эти энергии уходят на второй план на 1 да 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 потому что дети уже вырос про детей уже как-то и наравне с нами а здесь вот это подрастающее поколение за них больше сейчас ты переживаешь и радуешься а со своим хотим еще правнуков дождаться еще слаще будет что покупали сей хорошо было ой классно а это видишь какими молодыми это у нас вот самостоятельно всю жизнь мне мою он перевернул его зовут ватана он родился 3 декабря рождение его окрылила меня и я не знаю мне как как-то пришла к знакомым они говорят ой что такое ты прям такая счастливая радостная какая-то помолодевшая что это такое влюбилась что ли я говорю да конечно влюбилась ты влюбилась в другого мужчину я говорю да конечно в другого мужчину влюбилась это вообще была такая невероятная любовь да вы что вы никогда не подумали что вы любите с кого-то другого а кто на фоне вы не знаете что ли внук родился у меня батальчик о голубка моя как тебя я люблю как ловлю я за рокота моря дальнюю я вернулся в гаванну в лазурный края я пел день и ночь прощальную песню где ты не плавал всюду я о голубка моя я прилечу голубка весь за крылой ты мои перья нежно погладь рукою о голубка моя как тебя я люблю как ловлю я за ротота моря дальнюю песню свою секретные ценности какني как с вам как